понимаете друзья русский мир это зараза которая растекается по всей планете и пытается отравить своим смрадом все живое вот такие представители этого самого русского мира лепят надписи в стиле спасибо путину за взятие бахмута украинского бахмута города снесенного российской артиллерией фактически под ноль это вопрос времени когда данная тетка на камеру вся в соплях и слезах будет извиняться и умолять не депортировать ее в родную говень ну это такой месседж написать и надо быть таким полностью дебилом сейчас видите что мы хотим вы фашисты русские вы фашисты вы чё а вы здесь сидите а вы чё не в россии а вы что бахмут брали или что бахмут брали что бахмут в россии или что я не понял уже да бахмут не в россии никогда не будет там города уже нету какой бахмут дело не в нашем политическом режиме ни в чем-то другом просто им не нужна такая большая самостоятельная страна как россия в апокалиптические времена живем очень очень способный писатель был когда-то глуховский реально очень способный писатель у него вот одна книга вообще мне очень понравилось но человечек оказался говнецо но так как я дудю не даю покоя и он всех про меня спрашивает посмотрите как он и этого глупца который кстати много про меня врал и ничего про меня не знает тоже про меня спросил и узнаете заодно про себя что вы овощи прославьева ты как-то назвал публику для которой он работает овощеобразной я такой говорил да это некрасиво нет секундочку овощеобразные это люди которые хотят это слушать значит некрасиво ну как можно людей даже с другими политическими взглядами называть овощ овощами секундочку во первых не люди другими политическими взглядами Это люди, которые слепо верят предлагаемой информации, не подвергая ее критическому осмыслению. А, ты это имел? Ну, это, скажем так, я думаю, что это калька с английского coach potato. Человек, который, картофель, диванный картофель, который лежит на диване, как бы, и все, что ему там заливает в голову с телевизионных экранов, как бы, хряпает, вот, и в это во все верит. Мне кажется, Соф, что в современном мире единственный способ твой каким-то образом вообще формировать собственную позицию, это все подвергать критическому осмыслению. Есть интернет у тебя. Почему тебе не зайти в интернет и не почитать, что пишут где-то еще? Все идет через сервера, которые находятся в Штатах, все там контролируется. Вы же знаете, все это возникло, как когда-то, когда на первом этапе, на заре интернета, как спецпроект ЦРУ США, и что ж там, так и развивается. Но тем более, что, ну, максимально нелепые персонажи, уже, слушай, я, допустим, для прошлого поколения, но это какие-то позапрошлого поколения люди, Соловьев, там, Петр Толстой, там, кто там, этот, Киселев твой, для кого вообще они вещают? Какие-то нелепейшие формулировки. То есть, ну, пропаганда, я понимаю, как она примерно устроена. Это манипулирование за счет эмоций, да? То есть, это вброс каких-то таких эмоциональных, там, стимулов, триггеров, которые отключают рациональное мышление, там, через страх, через боязнь чужого, через, там, не знаю, ну, вот такие вещи преимущественные, да? Такие-то вещи просто переключающие рациональное мышление. Или вот такая, там, угроза со стороны американцев, со стороны НАТО. Сейчас они вторгнутся, и нас здесь совершенно всех просто разнесут, сравняют с землей. И тут наш человек, как такой, ему говорят, подождите, подождите, но как же проблема вашего бесправедного? Подождите, ну, здесь американцы нас осадили, мы в кольце врагов. Если я три месяца здесь живу у матери на ее пенсию, как вы считаете, хорошо или плохо? Мужику за 40, не позорно ли это? Нету работы, а что сделать? То есть, ваше отношение к Путину, вот он 20 лет... Он, понимаете, вот тут вот очень спорно. Он, с одной стороны, молодец, что вот международное что-то, надо американцев все равно пугать надо. Нам надо себя ставить. Нам надо спину распрямлять, потому что при Ельцине мы опустились ниже Плинтуса. Но ведь во внутренней-то политике вообще ужас. Это катастрофа. Даже в Москве с зарплатами, вот, ни работы, ни зарплаты. Даже в Москве. Тогда вопрос, что важнее, международная политика или внутренняя? Международная. Пусть не то, чтобы бояться, но если нас, если мы не будем им отвечать адекватно, нас задавят здесь все. То есть это известный, в принципе, ну и в пропаганде, и в медиа-анализе феномен, там, психология сожженной крепости. В принципе, мы работаем, наша телевидение работает по геббельсовским методичкам. Это все можно в интернете, там, и он формулировал принципы некоторые. Ты можешь все найти, поискать. Врите наглее, тысяча раз скажи, человеку, что он свинья. Манипулируете статистикой, создавайте человеку ощущение, что он в меньшинстве, что большинство считает так, как нужно власти. Дискредитируете вашего, значит, собеседника, условно говоря, оппонента, не обращаясь к сути разговора. О, как же так? Ну и все. То есть, как бы, да у тебя иностранное гражданство. И все, и как бы, у тебя теперь нет права, типа, говорить о судьбах Родины, потому что у тебя иностранное гражданство. Ну, вот называется, сидят два недоделка. Один не стал, к сожалению, для себя так красиво начал. Ты, когда у Сережи Минаева служил курьером, когда из тебя Сережи Минаев человека делал, ты его вылизывал, пятую точку ему целовал. Ты какие слова говорил? Просто тебя родненький Кремль нахрен выгнал под зад ногой. И когда ты чмок-чмок от одной радиостанции к другой, и нигде не пригодился, и цифры не даешь. И когда книги твои перестали покупать, а так хорошо, когда ты метро встал. Ты вдруг стал власть не любить. Ой, ты зайка! Ой, ты бедняжка! Ой, ты какие поколения! Да я таких, как ты, насквозь вижу, дурачок! О зрителях моих, слушатели, ты не обижай. У меня зритель умный. Он таких, как ты, презирает. Понятно тебе? Это американские марионетки. Ну, кто виноват в том, что ты не Чехов и не Достоевский? Ну, кто виноват, что ты не Пелевин? Мало ли, я тебе сразу скажу, ты даже не Быков. Быков толще. Мы, конечно, понимаем, что мы с вами овощи, для которых по гебельсовским методичкам. Понимаете, да? Гебельсовские методички. Вот эти недоноски поганые, мне, человеку, антифашисту, ненавидящему нацизм, будут пытаться в нос тыкать гебельсовских. Это при этом сидит. Вот это ничтожество, звенящий дуть, оскорбившая память героев Беслана. Вот этот, работавший по методичкам Басаева. Вот это ничтожество, которое еще со вторым, таким же, что-то через губу гундосит. Ну, это развелось негодяев, а? Просто развелось. Люди, которые рассуждают об отсутствии морального права, это люди с домом на озере Кома, или это люди, как бы, у которых, у самих, у всех там, дома в Лондоне стоят. Точно не эти люди должны учить нас патриотизмом. На самом деле, я думаю, что сегодня все лидеры, без исключения, в глубине души, вообще мечтали бы, чтобы все вернулось туда. До этих событий. То есть вы уже допускаете, что победу мы не одержим? Не надо, Виталий Тойч, не пугайте. Мы только что говорили про заговорочную капитуляцию. Нужно.